Для того, чтобы не получить обморожение, перед выходом на улицу медики рекомендуют плотно поесть, ведь для сохранения тепла организму необходимо много энергии. Одеваться в холода лучше по принципу капусты, так тело дольше не остывает за счет воздушной прослойки между одеждой. Защитить кожу рук и лица на морозе поможет жирный питательный крем. Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя на свежем воздухе или перед выходом на улицу. Горячительное не только не поможет согреться, напротив, расширит сосуды, что может вызвать воспалительные процессы во внутренних органах. Если мы помним какие-то дедушкины еще рекомендации, растереть там снегом, варежками, то этого делать ни в коем случае нельзя. Но вообще, как бы сразу идти в тепло – это самый лучший способ. Если у нас нет этого способа, то нам нужно намотать на себя кучу одежды дополнительной. Ну, опять-таки, да, это руки или уши, нос. Поэтому заматываем все целиком, полностью, чтобы у нас была как можно больше воздушная прослойка. И нам нужно горячее питье. Согреться поможет движение, почувствовав холод. Можно попрыгать с ноги на ногу или потереть ладони. Однако, если вы заметили у себя первые признаки обморожения – покалывания в руках и ногах или онемения конечностей – активные движения противопоказаны. При обнаружении этих симптомов следует немедленно зайти в тепло и выпить горячий чай, бульон или молоко. Чтобы восстановить чувствительность кожи и предотвратить возникновение инфекции, нужно обработать замерзшие участки антисептиком и обмотать их сухой тканью. Ни в коем случае не пытайтесь согреть руки и ноги в горячей воде. Так вы только сильнее травмируете кожу.